Всем привет! Продолжаем играть за армянское царство. Ну и да, вот нам предстоит выбить греков из окрестностей Тарса. Хочу я освободить Тарс от греческой осады. Я думаю, сил нам, в принципе, должно хватить. Еще до захода солнца в загробный мир отправится много новых душ. Позаботьтесь о том, чтобы это были не ваши души. Предоставьте эту честь нашим врагам. Некоторые из нас скоро умрут, но остальные выпьют за их светлую память. Итак, сражайтесь с честью, и тогда вас будут вспоминать с честью. Так, будем размещаться. Дать моего приказа. Так, давайте выстроим лучников за линией пехоты. Ну и наших лучников-катафрактов. Начнем битву. Так, я, конечно же, не уверен, что они значительно возросли. Так, ну, в общем-то, да, все на самом деле не так уж-то и плохо. Вообще, да, в идеале мне желательно, чтобы вот эта вот армия просто отступила с поля боя. То есть, как бы, заставить их отойти от Тарса. В принципе, да, это возможно. Да, там вдалеке, смотрите, виднеется наш город. Так, а эти ребятки, да, решили, в общем-то, отступить. Так, ну, пехота, как бы, да, точно отступила. А вот эти вот расчеты вот этих вот баллист... Все еще, как бы, сомневаются. Хотя и кричат, отступая. Так, ну что ж, давайте им поможем в этом деле. Так, так и делаем, так и, в общем-то, и поступаем. Так, моя задумка, в общем-то, удалась. Победа за вами. И никто не посмеет нас... Так, у нас победа. Ни одного человека я даже не потерял. Славная победа! Так, давайте мы стрелков закинем обратно в Тарс. Так, вот эти вот оставшиеся войска. Это гарнизон из Антиохии. Так, в Антиохии пока что придется понизить налоги. Так, ну и в Тарсе, да, вот, будем переобучать. Денежки закончились. Так, вроде бы я всеми походил. Так, Сидон мы продолжаем осаждать. Рим Син из Саталы. В общем-то, наша армия осаждает Сидон. Египтяне смотрят на все это дело. Хотя, мне кажется, что они... Вполне возможно, дожидаются каких-то подкреплений из Египта. С другой стороны, я, как бы, этих самых подкреплений пока что не вижу. Так, ну и... Зипета-завоеватель у нас осаждает Дамаск. Шесть ходов в Дамаску. Пять ходов в Сидону. Так, греческая армия под командованием Гликона из Левки. Ага, он преемник лидера фракции. Продолжает осаждать Синопу. Но, вроде бы, они пойдут на штурм. Так, неплохо. Что у нас по финансам? Угу, отлично. Все еще в плюсе. Давайте мы... Вот с этими вот повстанцами разберемся. Так, отлично. Победа. Так, опять же, налоги придется понизить. Так, ну зато вот мы с сепаратистским движением в Сирии, ну, почти справились. Вот здесь вот еще остались какие-то мелкие силы. Так, а если я сделаю вот так вот? Так, а 52 не хватит? Не хватает, да. Чтобы что-то переобучить. Так, ну ладно, неплохо. Блин, этот египетский корабль, Супермен, меня просто... Просто вырубает. Сколько он уже наших кораблей потопил. Корабли готовы. Я уже, честно говоря, со счету сбился. Так. Угу. В остальном положение, в общем-то, ну, нормальное. Давайте сдадим ход. Так, ну что ж, да, сели в киды, решили... Отбросить нашу армию от Дамаска. Ну, силы, конечно же, так себе. Есть и крестьяне, есть и ополченцы. А есть и фалангиты. Есть даже и слоны у них. Ну да, здесь собрался весь цвет селевкидской армии. Нашей армией, я напомню, командует наш армянский царь, Зипета Завоеватель. Ну что ж, будем сражаться. Настал час битвы. Надевайте ваши доспехи. Возьмите щиты и мечи. Для наших врагов солнце взошло в последний раз. Итак, возьмите мечи. Наденьте доспехи. В огне битвы предстоит нам испытать нашу храбрость. Давайте начнем размещаться. Ну да, в общем-то, селевкиды, скорее всего, не зря. Будут сражаться во время пыльной бури. Так, давайте выстроим наших конных застрельщиков. Враги показали, как они трусливые. К ним прибыло подкрепление, как будто дело только в количестве. Ну, как бы да, тут дело не только в количестве. Так, ну я как бы хотел бы сначала вот по возможности разобраться вот с этой вот частью селевкидской армии. Так, один процент. Так, ага, они прямо здесь выскочили. Так, срочно перестраиваемся. Так, не-не-не, ребятки. Так, все-таки ж, да, сумели эти колесницы догнать наши войска. Так, какой же все-таки ж фейл, да? Не-не, куда вы б... Вам нужно как бы куда-нибудь... Так, прессингуют селевкиды, а? Так, нужно срочно реорганизоваться. Так, 14 процентов потеряли наши противники, 4 процента потеряли мы. Куда вы... Куда вы убегаете? Так, я сказал, вообще-то вот здесь вот построиться. Правда, селевкиды, да-да, вот тоже понесли тяжелые потери. Вот слоны... А, нет, это... Прошу прощения, это колесницы. Это колесницы у нас тут впали в безумие. Ага, и эти колесницы тоже. Ага, они тут прям вот... Свои же войска... Прессингуют. Так, а слоны просто убегают, да? Слоны просто так бегут. Так... Ну да, блин, античные танки. Весьма бронированные войска. Тяжело их, конечно же, стрелами уничтожать. Уничтожать. Так, но все равно. Тем не менее. Тем не менее, все более не менее... Пришло в норму. Так, а еще слоны, да? Вы как бы это, пришли в себя. Угу. Так, эти слоны впали в безумие. Так, давайте откатимся. 45-46%. 47% потеряли силе в киды. Так, неплохо. Да, тут генерал пытается отогнать наших конных застрельщиков. Так, ну он не выдержал. Сломался и убегает. Так, арестаной Евпатор погиб в битве. Да, вот этот генерал, он просто сломался и бежит. Так, отлично. А у нас, кстати, стрелы закончились. А вот это вот уже не есть хорошо. А у нас, кстати, обессилевшая конница. Так, давайте мы ударим нашей конницей по пельтастам. Так, хорошо. Ну и будем, как бы, уже окружать оставшуюся пехоту селевкидов. Стрелы у нас закончились. Эти ребятки бегут. Так, ударим по вражескому генералитету. Этот полководец от... Боги, ну и глупцом же был вражеский полководец. Он пожертвовал собой вместо того, чтобы... Враг бежит. Так, враг бежит. Присвивайте их и не знайте жалости. Так, ага. Вот этот вот карп из какого-то города в общем-то уплыл на тот свет. Так, хорошо. Продолжаем добивать остатки селевкидской пехоты. Ну да, сейчас будет больно. Ну, как бы на самом-то деле не очень-то было больно, но... Эти люди отлично подходят на роль врагов. Они в ужасе бегут с поля боя. Так, по крайней мере пехоту я точно добью. Слонов... Слонов не буду все-таки штрогать, потому что они начнут топтать наши войска. А стрел у нас нету, да. Слонов лучше, конечно же, расстрелять было бы, но... Так, давайте подключим нашего царя с его свитой. Так, ну и закончим битву, да? Победа уже совсем близка. И врагу остается только обратиться в бегство. Так, ну не так уж то и много мы потеряли 50 человек всего лишь. Победа за нами, о могучий. Вот же ж настырные греки, да? Так, давайте сделаем вот так вот. Могучий полководец. Атакуем врага. Победа! Могучий полководец. Так, это в Мазаку я вроде бы хотел переправить. Вот это вот дело я хотел разбить авторасчетом. Атакуем врага. Победа! Так, ну и переобучить хотелось бы мне. 2-4, да? Мой повелитель. Давайте мы немножко оставим в Тарсе войск. Мой повелитель. Мой повелитель. Так, это мы закинем в Антиохию. Приказы. Мой повелитель. Так, вот это вот нам нужно будет переобучить. Так, 21 всадник мы тоже переобучим. Вражеская армия бежит в зипет с завоевателем. Наших врагов так мало, что они предпочли бежать и не идти на верную смерть. Может быть они поняли, что им лучше пасти скот, копаться в грязи и рыбачить, а не лезть в войны. Может быть, конечно. Достойная жизнь адмирала Афия закончена. Богам было угодно отправить этого человека в загробное царство. Его семья оплачет его к кончину. Так, а... Ага. Давайте мы в Хатре построим торговый караван и лобное место. Так, это можно будет переобучить. чё вы делаете ребятки смотрите они как бы этот основную армию убрали оставили только гликона из левки а если я ударю по нему давайте мы его прогоним что такое да чё за дерзость игреки на мой взгляд решили немножко перегруппироваться после поражения под тарсом дать моего приказа но вы хотя бы и совесть имели бы закрыли бы ворота эффект что за халатность так и выведем войска за стены выведем стрелков ну и конец у прокаченные у него генерал в принципе не знаю мне кажется что он мне кажется что он все-таки шат ступит ну ему здесь как бы ловить нечего здесь у нас фалангиты и копейщики а у него конница так вы ребятки это самое да обожаю когда они так делают сбежал благодаря вашему чуткому руководству вам удалось так незначительная победа но в общем то я не знаю я вообще как бы свою цель выполнил в общем то я снял осаду синопы у меня кстати есть возможность переобучить войска так господин давайте подтянем полководцем так чуть больше 4000 у нас денег есть с этим тоже нужно будет разобраться разобраться серьезно нужно будет вообще с греками знаете можно будет попробовать прекращение огня как же поговорю с ним видимо они решили до дождаться еще подкреплений подумаешь да могучий полководец так автор си давайте вот академию в тарсе так здесь нужен еще один ход так в общем то наш фронт наш западный фронт я немного укрепил стрелками то есть тарс мазака синопа тут у нас положение стабилизировалась хотя она и в принципе и было относительно стабильным так давайте все таки шумазаки я найму стрелков лучников потому что ну вот этих вот тянуть сюда вот тут греки перехватят небольшой греческий отряд в общем то он я скорее всего перехватит так а шпиона мы тогда вышлем ближе к египту ну знаете египтяне не очень торвутся помогать седону так носили в киды да вот одной ногой в могиле уже находится так да я помню да что в пальмире нужно гарнизон переобучить так а римляне сидят на месте а смотрите оливия уже это принадлежит с цепионом то есть цепионы уже очень близко от нас как бы брут и да вот ну пока что мне еще не угрожают юлии ну юлии это естественно юлии естественно как бы нам не угрожают они от нас довольно таки далеко а цепи он и уже в ливии они уже близко доверять и римлянам я бы конечно же не стал господин господин мой повелик так хорошо так отлично с деньгами у нас все в порядке так а на северных границах британский дипломат что-то дипломаты зачастили сюда вот к нам что они здесь забыли давайте сдадим ход отлично греки на дали нам еще один ход сардурий из горней обручен спау 27 лет открыто лояльный талант командира уверенный полководец берем так поселение синопа 5 в осаде греческих городов государств минус мазака да давайте большой храм армазда так мы у нас арсакия расширилась арсакия это хорошо так давайте лучше вот корабельного плотника объявлен союз империи селевкидов скифия эти фракции объявили о своем союзе отложив на время войну как политический метод странный союз но селевкиды цепляются за соломинку свадебные торжества сардурия из горней и пао брак важный инструмент дипломатии и управления государством но это не мешает нам праздновать его заключение так 4 хода дамаску приказы так давайте сделаем так давайте мы вот зипетой безумцем приказы передадим кое-какую свиту так ну и зипетой безумцем я думаю отправимся на покой наш армянский царь да вот довольно таки уже престарелый 60 лет ему влиятельный кстати этот человек обладает невероятным политическим весом и его слова легко могут поколебать положение менее значительных людей так да зипетой безумцем мы отправим на заслуженный отдых в пальмиру нет давайте лучше в хату но вы видите вот это вот ребята ну это не издевательство это прям даже язык не не поворачивается сказать что это такое мой повелитель так восполним потери так в нашей армии три хода сидону сидон видимо египтяне сдают приказы так можно будет в тарсе переобучить хотя я думаю давайте вот мы вот так вот восполним потери так ну в антиохии пусть все остается с гарнизоном как оно и было так могучий полководец уходит вот это вот думаю нам понадобится ходы сделаны могущественный владыка так здесь к сожалению я бы честно говоря вот этих вот конных застрельщиков обычных сменил бы на катафраг так ну здесь нас блокирует египетская армия так ну же давайте настырные греки идите на на какие-то компромиссы сейчас сейчас так а я хотел блин ну тут их многовато офигеть ладно давайте начнем разбираться с повстанцами повстанцами которые тут терроризируют хатру битвы никогда не бывают простыми но они и не должны быть простыми ведь это время испытания для настоящих мужчин для благородных мужчин и даже худшие из нас готовы к этому испытанию сегодня стервятники будут пировать но жрать они будут плоть наших врагов не нашу так будем размещаться так будем размещаться повстанцы они ну никак не не могут изменить положение вещей но зато вот они все вот так вот и нашу экономику и терроризируют отряды марш мы атакованы отряды уходим мы атакованы уходим мы атакованы уходим так отлично побырику давайте их вот уничтожаем 8 процентов потеряли я думаю не страшно немного давайте мы перестроимся подходит сом а ну а а ну а но а так ну почти почти враг бежит преследуйте их и не знайте жалости завершаем нам преследовать не стоит победа уже совсем близко и врагу остается только обратиться в бегство так отлично с одним отрядом мы разобрались я не удивлюсь если на его месте на следующий ход появится уже другой тут в хатре наверно много штрафов так нищета до улучшение культуры увеличение налогов ну и соответственно да вот на всем этом фоне вот и появляются вот эти вот все в банды давайте с этим безобразием мы тоже разберемся сегодня подходящий день чтобы умереть но лучше давайте выживем и расскажем нашим внукам о великих подвигах и храбрых мужчинах и так остерегайтесь врагов остерегайтесь подвоха остерегайтесь их хитрости и отправьте их на встречу с предками так погода прекрасная можно размещаться в общем-то и начинать битву враги привели нам еще солдат отправим их в загробный мир где-то я уже это слышал и не раз а вот отсюда вот вы вылезаете да смотрите какую пылюку поднимают наша конница ну и самое главное знаете вот везде есть лучники везде так сейчас я их принципе хочу хочу заткнуть свои конницы вражеский полководец показал чего он стоит все чего он хочет это спасти собственную шкуру так все чего он хочет пускай спасает он один остался и он смотрите он преследует нашу конницу боги ну и глупцом же был вражеский полководец он пожертвовал собой вместо того чтобы вести свое войско к неминуемому поражению так а вот это вот повстанческое подкрепление подходит да ну и отлично пусть подходят чем нам вот сидеть по этим пескам скакать как сайгак пускай они подходят враги трусливо бежали вытесним их с поля боя так давайте мы лучше и вот выдвинемся и перестроимся против вот этих вот сил отряды отряды так ну здесь да вот восточная пехота и крестьяне так с этим всем делом я думаю тоже вот мы справимся без особых проблем но честно говоря это все конечно же от отвлекает меня вот более важных задач ну и как бы все таки ж если быть честным это все раздражает дойдет постоянные мелкие битвы которые вот ничего не рачу бежит преследуйте их и не знайте жалости завершаем победа сладко и она еще слаще от того что одержана так решительно так хорошо с этим разобрались но я говорю ребята честно я не удивлюсь если на следующий ход или еще через какое-то количество ходов тут опять появятся какие-то повстанцы так фалин из спарты ну ладно фалин из спарты давай продолжайте сдадим следующий ход но сначала посмотрим на нашу прибыль да прибыль как бы уменьшилась я все таки же увеличил гарнизоны вот здесь вот ну и плюс ко всему наша наши два порта блокируют египтяне готовы поднять паруса в атаку ну наконец-то так уже хорошо так но здесь мне не справиться у меня тут по одному кораблику поднять паруса готовы поднять паруса но хотя бы наконец-то я сумел победить этот непотопляемый египетский флот а кстати сколько я ну да всего лишь 6240 вкладываю в строительство но все равно да вот этих вот ребят тоже нужно бы как-нибудь прогнать они вот тут вот торговый путь из арсаки в сузы блокируют так и вот здесь вот я чуть не вижу чтобы торговые караваны шли а странно вообще-то они нигде не идут ладно тем не менее сдаем следующий ход так подходящий муж обручен сэрата аргишти из горней 20 лет отличный полководец чиновник возьмем фракция нумидия уничтожена наши соперники побеждены и падение этого слабого государства может сильно изменить положение для тех у кого есть вкус к добыче и храбрость чтобы схватить ее так нумидия да уже была побеждена свадебные торжества аргишти из горней эрато брак важный инструмент дипломатии управления государством но это не мешает нам праздновать его заключение а ты варсаки так ну ты чиновник давайте мы отправим его приказы артакс арту так ну отлично с деньгами приказы с деньгами в общем то все нормально приказы так пополним наши бравые войска ну и будем далее разбираться с повстанцами так синопа ну здесь мне кажется я довольно таки неплохо укрепился так в мазаке тут вообще то тоже стены желательно поставить так а в синопе а ну да здесь стены не достроились и греки продолжают прессинговать нас мои глаза ваши никто меня не увидит вот ведь настырные же да мой повелитель так дамаску три хода за седону последний ход так тут пираты появились отлично так в саламисе давайте мы немножко понизим налоги так ну в остальном все нормально так с прибылью у нас тоже все хорошо давайте мы наверное пробежимся по городам быстренько так в сузах давайте понизим налоги арсаки я давайте вот еще стенку в арсаки будем строить так ну с севера до проблем проблемы не двигать не двигаются до нас двигаются проблемы с запада ну а на юге мы сами как бы да создаем проблем другим так неплохо все относительно неплохо но это самое относительно может измениться ё-моё опять греки ну прут как сумасшедшие ладно давайте сдадим ход пока что так фалин из спарты пошел на штурм так ну и ему здесь ничего не светит 24 года вспыльчивый миньон чертежник бесполезный сборщик налогов командование у него весьма слабое армия ну тоже не самая сильная армия нашим гарнизоном и вообще обороной города будет командовать зело жесткий 51 год ну более опытный полководец отличный полководец хороший атакующий сообразительный авторитарный правитель этот человек верит что власть крепка только при абсолютном контроле над обществом контроль прежде всего шахтер этот человек очень интересуется рудниками и хорошо чувствует эту работу сборщик налогов расположенный к философии ну и смотрите да вот у него здесь свита довольно таки обширная так они ребятки по времени я все-таки же знаете я не хочу затягивать эту серию если проводить тут оборону возле синопы серия затянется давайте мы вот это вот дело мы перенесем на следующую серию я думаю в общем то да следующую серию мы начнем вот с обороны синопы так ну у нас предстоит да еще вот битва за седон мне кажется дамаск ну он сдастся без боя тут усилив кидов никаких шансов нету а вот египтяне мне кажется они еще за седон поборятся не зря же вот он какие то тут войска стягивает но честно говоря шансов у него мало все таки ж мы мы тут в довольно таки хорошем положении ну что ж друзья давайте заканчивать серию всем спасибо за просмотр ставьте лайки комментируйте подписывайтесь на канал увидимся услышимся в последующей серии будем оборонять синоп всем пока 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 пока